В принципе, газ стал по 7 гривен 188 тысячных закуп, или, грубо говоря, по 720 закуп газа для всех в течение всего года. Кроме льготных 200 кубов помесячно в период отопительного сезона для лиц, которые используют газ комплексно. При этом у нас есть категория граждан, которая, в принципе, еще потребляет газ по нормам потребления. И там же присутствуют у нас и льготные категории, у которых у кого-то льгот 20%, вернее, 25%, 50%, 75%. И у них нормативные начисления на человека составят следующим образом. Там, где у нас в квартире присутствует плита с горячим водоснабжением, тариф остался прежний. 7,2 гривны на 1 кубический метр газа. Но при этом мы учитываем норму потребления на одного человека 6 метров кубических. Перемножим на стоимость газа, мы получаем стоимость без льгот. Начисление на одного человека 43 гривны, 128 тысячных копейки. То есть 43,12 или 43,13 это чистая норма без льгот. В случае, если имеется льгота 25%, уже мы перемножим тариф на объем, получаем оплату или начисление на одного человека 32 гривны, 35 копеек. С учетом льготы 50% мы получаем начисление 21 гривну, 57 копеек. С учетом льгот 75%, мы имеем 10,80. Там, где у нас есть плита и отсутствует горячее водоснабжение, то есть присутствует подогрев воды. А с такими тарифами столкнутся те люди, которые, допустим, сейчас имеют горячую воду. На лето им сообщают о том, что в связи с профилактическими работами вода отключена. То есть у этих людей тоже появляются измененные начисления, уже не вот как в первом варианте, что мы рассмотрели, а уже новые, как вот сейчас я вам расскажу. Тариф, в принципе, остался тот же, только норма потребления изменилась до 9 метров кубических. И стоимость начислений чистых на одного человека, ну, 9 на 7,20, получается 64,70. При этом при льготе 25% эти начисления составляют 48 гривен 52 копейки, 50% 32 гривны 35 копеек, 75% 16 гривен 20 копеек. И еще один вариант, который у нас присутствует, это наличие газовой печки и газового водонагревателя. И отсутствие счетчика. Тариф прежний, объем 18 кубов на человека. Полные начисления 129,40. По льготе 25% 97,40. 50% 64,70. 75% 32,40. У остальных при любом раскладе в летний период тариф остается 7,20 за один куб. Это начинает действовать с 1 апреля. При этом мартовский газ человек должен оплатить, он нередко люди у нас оплачивают его в апреле, то есть мартовский газ, он будет оплачен в прежних тарифах, действующих. А с 1 апреля то, что у него по норме начисляется, он реально понимает, как это выглядит. По счетчику, человек тоже отчитавшись, он показывает апрельский расход по нормам. Но, опять же, надо учесть тот момент, что по нормам в апреле это действует еще отопительный период. То есть в отопительный период у человека появляется 200 кубов по 3,60, там, где есть индивидуалка, там, где газ используется комплексно, то есть присутствует котел, там есть у него 200 льготных кубов по 3,60, остальное весь, объем идет по 7,20. Ми поцікавились у корівництва управления газопостачання. Чи не призведе різке зростання тарифів до того, что люди просто перестануть платить за газ? Вы знаете, я не готов гадать о том, какие действия будут произведены населением в связи с изменением тарифа. При этом мы очень ждем информации о том, как будет предоставляться субсидия. Субсидия, которая была ранее предоставлена на отопительный период, еще действует. Как будет механизм оформления субсидий дальше, мы не в курсе дела. Я так думаю, что Управление труда и социальной защиты имеет такую информацию, имеет уже какие-то наработки, имеет какие-то цели. Поэтому государство не может бросить людей в беспомощном состоянии, а существующие тарифы, в принципе, наверное, не под силу многим людям, особенно, будем говорить, нашим заслуженным пенсионерам. Когда человек получил социальную защиту от государства и всю социальную защиту вынужден будет направлять на оплату услуг по газоснабжению. Это нелогично, это несправедливо и неправильно. Поэтому вероятнее всего, что механизм субсидий, который предусмотрен государством, каким-то образом изменит возможность и даст людям достойно оплачивать потребляемые услуги как газовому хозяйству, так и коммунальным предприятиям теплосети, водоканала и так далее. Потому что проблема-то носит комплексный характер. Подорожание газа следом ведет за подорожанием и услуги теплоснабжения, и в какой-то мере, может быть, и водоснабжения. Себестоимость там определенным образом меняется. Поэтому проблема, наверное, в коммунальном хозяйстве и в газовом сфере, она комплексная. И государство, вероятнее всего, что имеет какой-то план выхода из трудностей, которые создались в связи с изменением тарифа в большую сторону. Ожидаете ли Вы такой вариант, что если те люди, которые вообще не имеют денег, Вы вовсе не должны платить? Ну, видите, на такой вариант, те, которые люди не имеют денег, они не платили раньше, поэтому не все, которые не платили, а львиная доля тех лиц, которые не платили, они уже не пользуются этой услугой. Но у них останется такая услуга, как, допустим, свет и так далее. В принципе, на мой взгляд, проблема оплаты за газ и другие коммунальные услуги, она больше лежит, наверное, на ответственности или на сознании самого абонента. Потому как очень часто люди, очень малообеспеченные, они находят варианты, оформляя субсидии, оформляя, допустим, какие-то, ну, то же самое, устанавливая приборы учета, чтобы контролировать свою затратную часть или потребительскую часть, дабы уменьшить начисление за получаемую услугу. Поэтому сознательность населения, она у нас достаточно высокая, потому что уровень расчетов, по крайней мере, по газу, даже в сложные времена, калибрится, не падает ниже 80%. То есть народ добросовестно относится к своим обязательствам в участии оплаты услуг, которые он потребляет. Ну, есть определенная доля сомнения, конечно, что такой подход сохранится и далее, потому как, ну, очень сложно платить при таких тарифах, имея неустойчивое положение в части получения возможности трудоустроиться, в части того, что пенсия, в принципе, не настолько высока, сколь высоки тарифы, поэтому есть определенные вопросы, которые не позволяют прогнозировать такой экстремальный рост платежей. Поэтому я так думаю, что вот в совокупности настойчивость населения, требовательность предприятия, которые предоставляют услуги, и эффективная работа государства через службу социальной защиты, наверное, позволят сбалансировать все, что было, по крайней мере, сохранить существующее положение. Також мы запитали, чи надходить до управления газопостачання информация щодо субсидий, яку уже отримала частина населення. По крайней мере, до нас еще такая информация не дошла, я же ссылался раньше о том, что, скорее всего, что отделы социальной защиты уже имеют какую-то информацию о том, как будет выглядеть субсидия. Я думаю, что проценты расчетов в отношении, допустим, к уровню доходов должны быть сохранены. Сколько там? 15 процентов, не более 15 процентов за все коммунальные платежи. Если это будет сохранено за счет увеличения субсидий, я думаю, что это поддержит население. Наостанок Павло Калугин прокоментував, как взагалом подорожчание вплине на работу предприятий. Тарифы, которые применяются к оплате за услугу, довольно косвенно влияют на работу предприятия. То есть наша заработная плата, наши доходы предприятия от тарифа предоставляемых услуг зависит косвенно. Если брать предприятия, которые являются потребителями газа и работают по своим договорам, то там есть определенная доля в составе оплаты, определенная доля, которая покрывает наши затраты на обслуживание газораспределительных пунктов, там содержание сетей и всего прочего. Но опять же, существует определенный паритет. То есть дорожают материалы, повышается уровень надбавок за обслуживание сетей, и уровень доходности продолжает сохраняться, честно сказать, на экономическом состоянии предприятия. Все движения по тарифам и по ценам влияния практически не оказывают. Просто-напросто, в какой-то мере, может быть, усложняется. Сам процесс предъявления требований, опять же, это несущественно.